Всем привет! Продолжаю маленький обзорчик. Вчера поставил вам распаковочку. Сегодня вам показываю, вот так уже в дневное время показывает данный проектор. Так-то я установил себя на полочку. Подключил себе дополнительный звук. Старая колоночка такая 2.1 получается. И сам проекторик. Разместил его здесь на полочке. Такой вот звук у меня здесь теперь получается 2 метра получается длина. Вот такой пультик у него. Звук сейчас убавлю пока. Как мы видим сейчас вообще день, солнце, вообще солнечная погода. Я зашторил. Тут у меня жалюте такие небольшие темные. Светлые. Сейчас моменты какие-то видно очень в принципе нормально. Ночью будет вообще красота я думаю. Четкость конечно с 4к не сравнится. Но все-таки это бюджетный проектор. Но в принципе когда мы на таком расстоянии здесь. Смотрим. Все выглядит не чешно так. Фильмы отлично показываются. При этом у меня еще включено. Подсветочка такая. Аквариумчик. Без него конечно. Давайте выключим. Попробую его. Подсветочка где-то. Не сильно изменилась на камеру. Больше всего сейчас мешает этого данное окошко. Оно очень яркое. Но даже так можно в принципе смотреть яркие какие-то мультики, фильмы. Позже сниму как это показывается днем. Как это показывается вечером когда я в комнате темно. И тогда будет все видно. Пультики кстати очень похожи на xiaomi. Смотрите у меня слева TV box xiaomi. А этот непосредственно от самого проектора. Вот такие вот. Очень похожи. Размерчик один у них тоже. Единственное что здесь фирма отличается. Получается one body xiaomi. Мишные. Все. Вот так я установил. В принципе пока доволен. Все отлично. Такую полочку сделаем. Он по Wi-Fi коннектится. У него Android. Чуть-чуть пощелкаю по менюшечке. Так вот у него главная менюшка такая. Единственное не разобрался. Мне кажется здесь вообще нельзя менять вот это главное меню. Оно по умолчанию такое. Здесь кстати программы есть. Я никак не могу поменять на что-то другое. Или даже подвинуть как-то не разобрался. Не знаю. Можно. Нельзя. Есть стандартный набор приложений. Я уже установил несколько своих приложений. Приходится заходить каждый раз. И здесь есть Google Play. Google Play тоже как-то странно работает. Именно Google Play иногда почему-то теряет как будто Wi-Fi при поиске приложений. В целом работает в принципе. Несколько раз обновляешь страничку и все-таки загружается нормально. И это почему-то проблема только с Google Play. Вообще интернет при этом работает отлично. То есть никаких гуглоев в коннекте нет. Не знаю. Может какая-то версия не обновляется. Ну в общем не знаю. Еще посмотрю. Есть еще App Store. Видимо такая замена Google Play. Он вообще отлично работает. Но единственное здесь конечно программы уже какие-то другие. Не все нужны. Не все что нужно требуется так сказать. Но программ здесь очень много тоже. Причем игрушки и все. Как замена Google Play пойдет. Несколько программ я уже оттуда установил. И вот если здесь вправо щелкаем, то здесь можно посмотреть уже программы, которые я установил. YouTube работает отлично. Поставил браузер Яндекс. То есть можно сразу в интернете серфис что-нибудь посмотреть, почитать и также скачать что-нибудь. В общем так вот. Поставил файловый менеджер, через который удобно устанавливать всякие приложухи дополнительные. Через него сразу поставил Google Play Media Deluxe, чтобы киношки смотреть. И Кинопоиск. Так как у меня сейчас там подписка в Яндексе работает, то почему бы и нет. Пусть работает. YouTube. Давайте включим YouTube. Вот так вот это все работает. То есть никаких тормозов нет. Все отлично. Все. Все быстро, четко. Мультики очень ярко показываются. Несмотря на то, что как я говорил, сейчас он день и много света очень вокруг на самом деле. В темноте должно все быть намного ярче. Как я и говорил, поставил вот такую вот штору Blackout просто. То есть это не какой-то там специальный экран для проектора, нет. Это обычная штора. Такого плана. Обычная штора такая. Прикрутил ее. То есть рулонную штору с тканью Blackout. Потому что она как бы света неподпускаемая. Не пропускает свет. То есть даже не видно в принципе с этой стороны. Обычно же они просвечивают, здесь ничего не видно. Ну в общем отлично. Очень большой получается такой экран. Это у нас наверное 2 метра. Это где-то около наверное 110 дюймов. Шторе 120 может быть даже. То есть полноценный кинотеатр. Могу рекомендовать вот такой вот проекторик. Недорого. В Китае можно вообще заказать там что-то до 10 тысяч по-моему они стоят. Единственное вот это я версию на андроиде взял. Есть версия без андроида. Она чуть-чуть дешевле. Я покупал на озоне. У меня там были баллы. Так сказать. Поэтому мне вообще почти даром достался. Все. Что еще показать вам. В общем приложухи почти все ведущие поддерживают. Это вот стандартные. У него уже зашиты какие-то здесь. Я в принципе их не смотрю. Какая-то реклама постоянно транслируется. Погоду показывает. В общем как-то так. Есть настройки. То есть вот менюшка настроек. Здесь настраиваем Wi-Fi. Здесь настраиваем угол углы. В общем чтобы у нас все чутенько влазило на экранчик. Здесь можно подключать еще HDMI. Там по-моему TV-out какие-то. Ну в общем разъемчики. Для подключения допов всяких. Чтобы можно было например с ноутбука. Видео изображение показывать. Например если вы берете не андроидскую версию. То это как раз ваш вариант. Так это у нас можно папочки все шерудить. Опять же смотреть что у нас в памяти записано. Непосредственно обновление. Он говорит что у вас самая последняя версия. Я проверял. Очистка памяти. Программки всякие удалять. Есть языки. Так. Источники запуска. Не знаю. Посмотрю еще. Синий зуб отлично да. Перевод. Bluetooth по нашему. Bluetooth. Можно подключать какие-то девайсы. Возможно можно динамик какие-то внешние подключать по Bluetooth. Возможно что-то еще. Я тоже еще не пробовал пока. Ну язык кстати по умолчанию был английский. Я сразу поставил на русский. Все отлично. Он переведет. Перевод везде хороший. Кроме как вот. Синий зуб. Ну ладно. Мы уже привыкли. Синий зуб. Синий зуб. Везде. Все. Будут вопросы. Задавайте. Кстати. У меня здесь примерно 3 метра. Чуть-чуть меньше наверное 3 метров. От стеночки до проектора. Здесь настроил. Как он называется. Трапеция наверное. Здесь уже четкость. То есть фокус. Настраивается. Все поднастроил. Насколько смог. Мне кажется. Все отлично. Ну. Как вы видите. Сейчас на экранчике довольно четко все читается. Все. Будут вопросы. Задавайте. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Удачи.